итак 56 выпуск столкнул на эхо айлс орка sweet as a punch против хумана мэдиси сумма нам все понятно это мэдисон очевидно а вот с орком конечно есть проблема поскольку слова punch переводится с английского огромным количеством разных вариантов скорее всего автор имеет ввиду слово punch и когда его них звучит как сладенький punch но мне больше нравится сладкий удар кулаком по лицу или вот еще отличный вариант сладкий перфоратор я думаю так и будем его называть сладкий перфоратор против медисона на карте эхо айлс хуман против орка противостояние старая как мир как сам варкрафт потому что именно с противоборство двух этих раз и начинался аутентичный раритетный варкрафт во времена генезиса этой игры хуман меж тем кстати заметьте что меж тем ничего не меж тем все стандартный опенинг но направление а во первых нет все таки не стандартного поним посмотрите поздний алтарь это будет либо поздний мк с большим количеством грантов для того чтобы ну для того чтобы быстрее забрать и зачистить точки и возможно сильнее охладить блейда молотком во время харасса пока он стоит в стане но это все конечно не очень сильные аргументы против плейда возможно это будет какой-то неординарный герой за хумана как вариант кстати я нам показывали базу ворка а я в это время читал переписку сладенького перфоратора с медисоном и ничего не увидел что у него там на базе творится там раба вроде по форсер да да то есть они видимо катаются пытается хуман предугадать героя врачего и тот объяснил что скорее всего это герой у которого есть криты и хуман пустился в тяжкие раздумья кто же кто же кто же из орочих героев критуют shadow hunter может быть таурен и пока хуман думает он кстати футмен отправил на таверну это будет нейтральный герой а сам судя по всему побежит застраивать да 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 один даже с бревном и тут fire lord ну вы знаете . прохладная страта но вот блэйд уже видит собственно движение в свою сторону рабочих блэйд тут же пускается вырезать все крестьянское аграрное население хуманской базы ну в общем это вызовет определенные сложности у мэдисона с застройкой давайте смотреть давайте смотреть fire lord ну что мы знаем о фаерлорде это улыновый герой для застройки поскольку в лейте он вообще ничего не умеет там у него довольно слабые заклинания он скорее как вспомогательный герой или герой 2 эшелона либо вот такой герой для фаз застройки на улыбно чезовую страту но против блэйда все это очень прохладно задача орка в первую очередь убивать рабочих во вторую очередь наверное может даже впервые рабочих приоритетнее убивать вот этих вот огненных элементарий которые единственные доставляют хоть какие-то неудобства поскольку могут размножаться и именно на это и рассчитан fire lord и вот этот чиз от мэдисона если орг вот так отпустится резать рабочих и даст немножечко пострелять огненным и лемом а их уже стало 3 вместо одного то естественно у него будут проблемы с отсутствием лимита на то чтобы все это отбивать минус один грант орг запустил great строит лесопилку в глубине исследование завершилось но катапульты поедут в какой-то момент вопрос в том что естественно о по грант гранта догоняет футмен и как подожди подожди мы с тобой не договорили грант кажется немножечко недоконтролен был не успел прибежать к живо животворящим крипом там уже шесть огненных элементарий 5 до лично я считаю с утра теперь вот мне никто не поверит что у меня и золотая медаль что так что один элементарь просто невидимы знаете их 6 вы просто одного не замечать да ну а вот у такого лома приема конечно нет правда они тоже разваливаются со временем но они уже очень много сделали они себя купили оправдали на 100 процентов вообще без вопросов в итоге орк вообще не выполнил ни одной из задач поставленных перед ним фаерлорд жив огненные элементарии размножаются рабочие вышки построили ну нет так мы конечно крепкое государство с оборонительными рубежами не построим очень плохое целеполагание слабая реализация надо проводить реформы возможно построить здесь хуманское государство теряет рабочих теряет бурова его остался один буро куда уже никого не запихнешь blade master терпит магазин из последних сил вот до тир-2 доделался кстати он должен купить подку в потную подку и пытается все-таки как-то отговорятся своим могучим я таганом злостных футменов у него это возможно даже получится еще один борол нет лимита конечно абсолютно орка вгрызается хуман еще одно защитное лога орк понимает что терять его нельзя вообще ни в коем случае но вот здесь кое-как подрезал еще одного футмена и на футменов получил второй левел а это значит появится криты только вот сейчас бы не потерять влайдане у она пуш да 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 и снова продолжает вырезать рабочих две вышки они уже грейдятся ребята одна точнее грейдится 1 вот только что достроен надо грейдилась вышка короче говоря застройка удалось blade master а здесь вообще мало шансов на выживание он купил еще два по уши на один сразу же за сандалил осушил так сказать за здоровье себя любимого а второй оставил на черный день я вас уверяю черный день для орка наступит очень скоро но первым умирает файлорд как это произошло я и вообще не понял честно то есть файлорд слоу хп просто стоял и смотрел как ему вплотную подбегает огромный зеленорожий мужик возможно это конечно навальный был с зеленкой на лице но у навального нет такой сабли сатира его самый лучший меч но с реальным саблей навальный по москве не бегает значит это точно не навальный а и и как опять же бусы выдают в этом человеке эстета и возможно привержится кота но японского мафиозного клана а это значит что нужно было бежать бежать высвоясь но файлорд решил с ним познакомиться блэд сказал давай так помните мы как в детстве во время ссор или там замечающиеся драки когда одна сторона была явно слабее начинала убегать более сильная сторона говорила все я тебе не трону просто давай вот дай мне руку типа давай протяни руку давай пожмем друг другу руки и вот как только рука оказывалась в руке более сильного тут слабейшая сторона начинала жалеть о своем опрометчивом поступки не знаю меня так разводили много раз а я всего один потому что я был умным они сильно и учился выживать как мог так две катапульты одна из которых уже уже почти что разрушилась второй тоже там сломопотому долго не прожить два рабочих кирками катапульту понимаете тут футмен умер тут еще один футмен он ее должен добить про там рабочие успевает ее вычинивать дпс у футмена не хватает фаерлорд судя по всему снова умирает не учится никак на своих ошибках человек у него есть т.п. может быть второго лево может все-таки нажать нет действительно зачем хотя да ст.п. он забрал бы с собой еще и всех рабочих с отменами и застройка бы отменилась но ничего ничего классическая история друзья старая как рубрика best replace хуман снова будет 50 минут застраивать орка в итоге я вам вангую я не знаю чем игра закончится конечно я смотрю с вами впервые в живом режиме ее но я уверен что победит орк ну потому что стандартная ошибка да кормим блейда магазин не построили например на базе до который позволял бы регенерировать ману и хп да там первый лево 1 ларь мы но всегда ж можно было выпивать банки выпивать свитки нет свитки не выпивают свитки читают выпивают свитки только алкоголики где-нибудь на кутузовском потому что они выпивают вообще все не имеет значения для чего предназначен вот этот собственно предметах интереса да но тут бору падает все-таки многострадальный якудзо я все вспоминал мысль на как называется японский самый сильный мафиозный план конечно якудзо так вот якудзо два раза уже зарезал я даже не знаю с кем сравнить фаерлорда просто нет абсолютно нет на земле такого существа хотя есть он же должен постоянно гореть а кто это кто это может быть как не кто вот кто у нас постоянно горит варианта 2 вариант абоневур вариант б виви но я вспомнил персонажа который горит вообще перманентно поборники доты сейчас я думаю с удовлетворением крякнут это будет у нас алои то кто не знает просто посмотрите стримы пододки алои то и вы узнаете что такое боль бомбежкой если вы думали что на гудгейме когда-нибудь кто-нибудь горел по-настоящему там я ругался или это кто угодно да нет синоним ругань это алои то даже не ругань а какой-то вот от вселенской обиды негодование возмещения потери самоконтроля так ну а у нас тем временем алои то вернулся видимо выпил валерьяну снова живой здоровый целеха ник но теряет только две катапульты короче все в руках у хумана по-прежнему я на этом настаиваю каждый раз когда такая застройка проходит все в руках у сильнейшей стороны катапульты разваливаются рухнула казарма вот катапульта из вновь отстроенной казармы вниз уезжает но блэйд очень биты кстати и фаерлорту там наверняка уже 3 левела количество уничтоженных кат и наверняка может например закинуть блэйду персональный сайланс из просто затыкать его с руки я уверен немножко недоконтроливает медисон да вот пошло затыкивание ну вроде футману дали приказ уничтожить блэйда потом предводитель развернулся и побежал в обратную сторону оставив футмана на растерзание слава богу футман нет вот все-таки жертва рядового футмана состоялась пришел свежий да бабы еще нарожают говорит алоита фокус по катапультам у хумана все в порядке кстати говоря с ресурсами посмотрите у него 1000 леса обычно застройкой такого не происходит обычно время застройки леса вообще катастрофически не хватает а здесь хуман нажимает тир-2 чувствует себя прекрасно но я думаю когда подойдут кастер и когда блэйд мастер если конечно блэйд мастер к тому времени не будет шестого левела потому что алоита снова где-то потерял хп я вообще не понимаю где он это делает о вышка на из вышка это хорошо неужели по нему катапульта так лупасит больно так аккуратно алоита берегись якудза снова вышел на тропу войны вот когда выйдут присты когда выйдут сорт или возможно когда выйдет какой-нибудь да я даже не знаю да и может быть архимаг салемами то есть можно массой задавить до дисплейл этого орка нет и быть не может вот 5 блэйд а вот это конечно серьезная проблема либо какой-нибудь паладин либо если это патча 1 30 уже какой-то 129 какой-то алхимик то есть либо что-то что будет хилить либо может быть даже какая-нибудь знаете уж говорится развлекаться как развлекаться какая-нибудь наголью прописываем саленс блэйду и затыкиваем его через ногу через фаерлорда короче здесь побеждать можно как угодно главное не отдавать им прямо совсем не раскармливать блэйда футменами орк молодец им ведь не заказывают второго героя для того чтобы быть мастер видя что хуман его собственно подчует вовсю чтобы быть мастер быстрее вышел в 5 и в 6 и 7 и в 10 там дальше будет блэйдсторм и ничего не поможет 18 лимита да и собственно говоря и заказывать арку героя ниоткуда не за что и не прокормить его вообще никак и в общем проблем масса но все что не делается все к лучшему а вот паладин я угадал все таки да с паладином джентльмен который будет выхиливать но нужен обязательно но опять же паладина нужно контролить это просто ходячий паушин здесь он будет носить исключительно хилерские и лекарские функции в бою участвовать не должен и за ним нужно глаз на глаз чуть ли не на халдееву ставить затаив банками маны и пускай он стоит и хилит 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 файлорда честно говоря аутов для орка я не вижу особо давайте посмотрим аккорд наконец понял главный источник своих бед сейчас уже конечно огненные лимы не так решает потому что облайд 5 и он их быстро выщелкивает за два удара а я я аккуратно лаи там упал и чуже здесь все нормально друг алаи то модератор пришел и банят все кто ржет надо лаи то в чате модератор с огромным кузнечным молотом вывой и пошел хилит ну я не знаю ребят как вообще что и очевидно что здесь победит орг да мы еще не знаем как он это сделать но это быстрый place если бы здесь победил хуман то аспирант никогда в жизни эту демку не предложил нам на рассмотрение а значит ждем ждем когда блэд зарежет сразу двоих вы посмотрите какая разница по героям ё-моё до заката много экспириенса не дают там уже где-то 5 или 6 кат погибло но видимо половина из них и не рабочие погибали в то время когда господина лаи то сидел в алтаре он же фаерлорда поэтому фаерлорд 2 палашина 1 а блэд мастер 5 и вот это мне кажется залог успеха куда ты куда ты шальная ты чё творишь ну вот он безупречный криппинг в двух местах сразу контролит он отбивается на базе блэд мастером и крепит тогда еще нет на старом дата блин представляете я забыл какого цвета это . короче крепит неважно какую точку по моему все-таки желтую тот зеленый ладно только дальтоникам пофигу на эту информацию короче говоря крепит точку 1 катапульта это был героический поступок рогатой каменно-металки но она не ожидала конечно что там будет три крипа и в общем они ее быстро распилили на костер закинули пожарили шашлык из овцы которая бегала неподалеку город осаждают враги город осаждается врагами перманентно вышка стреляет куда вы куда в очередь встали и алоита с модератором и футмены до решил все-таки тыкнуть в мейн может быть правильно часорка закончится голда это будет последняя наверное . в их отношениях аккуратно алоита правильно подружки подружки там уже 40 идет кстати да как у хумана хватило ресурсов на деревянных ресурсов на постройку всего я не знаю обычно реально сидишь в нуле и вот и вышек на штамповал кстати хуман молодец он вовремя остановился с башнями да здесь уже магазин есть и арканка прямо на базе орка тяжело знаете он действительно молодец он во время остановился с постройкой вышек и в какой-то момент пользуясь наличными башнями он просто вложил деньги в грейд и это правильно потому что не нужно эти волы но в этой истории должно быть продолжение можно конечно еще параллельно попробовать экспант поставить но тоже слишком толсто и жирно у хумана все прекрасно с ресурсами ему можно кир 3 жать слегка и грифонов штамповать много не штампуешь я лучше задавить пакер 2 без риска единственно что нужно хорошо контролить своих кастеров потому что катапульта шлепать нормально по соркам ими нужно танцевать вот так в танце не нужно чтобы две сорки падали на спину это нижний брейк он не предусмотрен танцевальной программой хуманских кастеров 1 40 осталось перестреливается скатой вообще кастеры не должны атаковать они должны стоять сзади присты хилять сорка должна выходить накидывать слову например до конец один x40 не должно быть много и нужно уже спутбрейкеров делать ну ребят смысле не ребята мэдисон давай соберись много ресурсов у мэдом он может кстати реальных вот 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 будет мастер под слов и здесь давай накидывай а у тебя же 2 туда ты должен был взять на втором левеле самец персонально блэйду очень плохо конечно его тошнит но ор как-то отбивается каким-то образом уже две вышки выросли между прочим у него на мэйне а это значит знаете что что кастера подойти уже не могут выше порта более широкий range чем у хуманских башен и в общем хуман может уничтожить только вот эти вот пограничные еще здания экстра здание называемый до форпосты урочи но к базе уже не подойдешь кастерами вышки отстрелят лиската стреляют я все-таки рекомендовал на еду а у нас кота деньги все сплавил абсолютно все деньгода сплава не знаю куда правда и слушайте подождите а что происходит то у ее ее аккуратно минус фаерлорд и что и ты выходишь из-за этого уже там что-то лучше стой лаву блэйд мастера он час блэйдсторм делает gg пишет хуман и выходит вот это внезапная концовочка дри твою масло мы как будто посмотрели игру в двух параллельных вселенных до в одной вселенной удачно вышла застройка а в другой вселенной блэйд мастер растерзал всех по экспириенсу и как раз дошел до 6 левела ну и дальше блэйдсторм все-таки всех глубин я думаю по концову жесть перештамповал 40 зачем-то хуман я думаю нужно было да вы знаете лучше бы мортирницу построил и мортирами оба обстреливался блэйд мастер блюдо не подошел из-за слов и вышек собственно а по-другому мортиру не убить но 40 было очень много 40 и не лучше штурмовщики да в общем были ошибки у хумана но но здесь в принципе снова сработало старое доброе правило которое гласит застраивая орка из тухуман обязательно обязательно от контроль его юнитов отводи лечи чини сейф в конце концов добивай сам не корми орка иначе потом орк накормит тебя свинцовым салатом из своего из своего меча в виде заклинания блэйдсторм вот что и произошло в этой игре орк героически отбивался давать его поздравим сладкий перфоратор великолепно провел партию но конечно хуман в очередной раз не дожал и это очередная игра которая вызовет боль и горение у всех игроков за людскую расу особенно памятуя патчи 1.30 где хуманов просто уничтожили вы знаете расу с которой начинался варкрафт ее ее нивелировали ее свели до минимума свели на нет в общем близарды устроили истинный настоящий геноцид хуманской расе в патче 1.30 соболезную всем хуманом позор на голову перебежчикам ну а мы будем как-то все равно выживать в 1.30 и стараться изыскивать какие-то ресурсы всем хуманом пис держитесь крепитесь и давайте дальше наблюдать за развитием этой игры ну все всем пока друзья с вами был бы не бурбаст реплейс у нас напоминаю есть рубрика в точнее сообщество в к таме и зал славы самые щедрые саппорты прямо сейчас на наших экранах также в группе в к я напоминаю есть интересная тема для обсуждения комьюнити забрасывает в одно из обсуждений крылатый фразы которые вам запомнились или понравились из выпусков best replace буду рад почитать новые крылатые фразы ну и вообще будем рады всем новым подписчикам подписывайтесь также на мой канал на ютюбе ссылка на него также имеется в описании к этому ролику все друзья всем пока до новых встреч